Доктор физиотерапевта Иссам Аль-Урфи вместе с сыном Диа наполняет на крыше бак. Воду в этом районе Дзиризора дают раз в три дня, но напора не хватает, чтобы она поднялась по трубам. Воду экономим на одного члена семьи. В сутки полагается не больше ведра. В семье четверо братьев. Пока старший помогает пожилому отцу на крыше, младшие наполняют тару внизу. Руководит процессом мама. Это навыки наших прадедов. Мы их, конечно, слегка усовершенствовали. Мы сейчас как будто живем в прошлом. Это, конечно, приятно, но мы надеемся на будущее. А сейчас каменный век. Считается, что именно у берегов Ефрата, реки, на которой стоит Дзиризор, зародилась цивилизация. Сегодня война отбросила этих людей в первобытные времена. Гада Аль-Хамур тоже врач. Никогда не думала, что будет считать каждую крупинку в доме. Смесь специй своими руками делаю. Оливки собрали с деревьев на улице. Это наш завтрак и ужин. Пока светло, сыновья играют в футбол на улице. Вечером из развлечений только шахматы. Телевизор не посмотришь, в компьютер не поиграешь. Электричества в Дзиризоре нет уже 9 месяцев. Используем вот такие светодиодные лампы на батарейках. Электроэнергией торгуют в частных лавках. Вот такие ларьки, где можно зарядить гаджет или аккумулятор, разбросаны по всему городу. Отдаю телефон на зарядку. Когда можно забрать? Приходи через 2 часа. Бизнес, пусть и не самый прибыльный, но востребованный. Свободных розеток в лавке у этого мужчины почти нет. Полная батарея сотового обходится в 7 рублей на наши деньги. Зарядка мобильного телефона 35 лир. Маленький аккумулятор на 12 вольт 75. Побольше 150 лир. Ноутбук 75 лир. Огласив прайс-лист, предприниматель объясняет технологию. Все предельно просто. Вот генератор. Заливаю туда солярку. От него поступает электричество в помещение. Блокада диризора проходила в несколько этапов. Сначала террористы выставили блокпосты на трассах, ведущих в город. Затем перекрыли подачу электроэнергии, газа, бензина. В этой пустыне под песком море черного золота. Первым делом террористы ИГИЛ захватили все оснащенные нефтеперерабатывающие станции в провинции Диризор. Правда, часть скважин осталась под контролем правительства. Но чтобы организовать полноценное производство топлива, мини-заводы по его переработке пришлось собирать фактически вручную. Все генераторы и машины здесь работают на дизеле. Делают его без преувеличения кустарным способом. Выглядит это так. Помятые цистерны, покосившийся трубопровод, ржавые вентили. Это все из металлолома. Мы подобрали трубы, сварили. Теперь перерабатываем нефть. Все эти баки давным-давно устарели, но мы их довели до ума. Тысяча литров топлива в день для такой станции – предел. В приоритете заправка генераторов в больницах, предприятиях. В свободном обороте солярки практически нет. Пищу жители блокадного города готовят на дровах. В пустыне их достать непросто. 100 лир килограмм – это бывшая мебель. Люди ломают ее и сдают на продажу, чтобы купить еды. Центральный рынок Диризора. Когда-то по нему прогуливались туристы. Оценивали местный колорит. Иностранцев здесь не видели сначала блокады. Нас обступает толпа. У стариков на глазах слезы. Чаще всего звучит слово «голод». Для многих макароны – непозволительная роскошь, не говоря о мясе. Его и на рынке-то не найти. А если встретиться, то по космической для местных цене. Люди вынуждены кушать, независимо от того, есть ли у них деньги. Я не знаю, где они их берут. Чтобы покупать у меня мясо. 8 тысяч лир стоит килограмм баранины. Я тебе честно скажу, на той стороне Ефрата мясо стоит 1 200 лир. Большую часть прилавков на продуктовом рынке теперь занимают не фрукты с овощами, а вещи, принесенные из дома. Их распродают за копейки, чтобы добыть хоть какие-то деньги. Три года блокады в Диризоре перевернули систему материальных ценностей. Вот этот варфоровый набор здесь стоит 300 лир. В Дамаске – 3,5 тысячи. С продуктами все наоборот. В осажденном городе не раз в 10 дороже, чем на большой земле. Пятилетний мальчик, сжимающий в кулачке 100 лировую купюру, объясняет – здесь это ничто. Ничего не купишь из еды. 500 лир нужно. Даже на луковицу не хватает. Поражают лотки со сладостями. Откуда в голодающем Диризоре такие изыски? Готовят дети. Даже война не может победить любовь к лакомствам. Их смекалка сильнее. За несколько лет блокады здесь появилось много изобретений. Вот, например, уникальные восточные сладости. Из чего они? Ячмень, арнаутка, горох, немного сахара. Доставку любых продуктов в Диризор можно сравнить с армейской спецоперацией. Из-за боевых действий вокруг аэродрома большие транспортные самолеты садятся крайне редко. Коробки с продовольствием переправляют на Ми-8. В изношенные временем советские вертолеты помещается не так уж много. Пилоты выполняют по несколько рейсов за день над территорией ИГИЛ. Всё, что доставляет армия, раздаётся бесплатно. Почему мы здесь? Потому что мы поддерживаем армию. Народ с армией, наши дети служат. Весть об очередной партии картошки, перца или редиски мгновенно облетает город. Люди выстраиваются в очереди у государственных гастрономов. Из-за экономической блокады ИГИЛ в продовольственных магазинах Диризора не просто дефицит. На полках вообще ничего нет. Местные жители и не помнят, когда в последний раз на них что-то стояло. Тем не менее, военные так или иначе пробивают эту изоляцию. Вот сегодня, например, удалось провести вертолёт зелени. Её распределили по точкам, но даже этот продукт в магазинах заканчивается за считанные часы. Отстояв очередь за пучком зелени и порции лябана, кисломолочного напитка, похожего на простоквашу, люди с трудом сдерживают эмоции. Для кого-то это первая еда за несколько дней. Я пожилая женщина. У меня две операции на ногах. Мне тяжело стоять в очередях. Я хочу уехать из города в другую провинцию. Не могу больше терпеть. Люди, нам есть нечего. Река Ефрат делит город пополам. Восточный берег полностью под экстремистами. У правительства квартала на западном. Радикалы не сжигали мосты, взрывали. Но расстояние между блокадниками территории и чёрных флагов в некоторых местах по-прежнему не больше 50 метров. На том берегу Ефрата, где ИГИЛ, нет проблем с продуктами. Настоящий шоколад есть и овощи в 10 раз дешевле. Люди в диризоре умеют плавать. Выросли у воды. Но тем не менее, несмотря ни на что, большая часть жителей города остаётся по эту сторону реки. 200 тысяч диризорцев, выбирая между так называемым исламским государством и блокадой, предпочли последнее. Население сейчас получает минимум. Самая распространённая еда здесь – пшеничная каша. ИГИЛ перекрыл нам кислород. Но мы в диризоре с божьей помощью нашли способ выжить. Крупу изготавливают небольшими бригадами на самодельной технике. Организовать большое производство пока нереально. Частникам дают работу только на определённых условиях. Зерно мы получаем от государства. Помимо того, что идёт на продажу, отвешиваем часть для школ, для детей, для особо нуждающихся семей. Предмет гордости гражданской администрации диризора – доступный хлеб. Традиционный сирийский лаваш в осаждённом городе стоит так же, как и в других провинциях. То есть копейки. Здесь делают муку. Три такие мельницы в диризор провезли контрабандой через посты террористов. Военные держат оборону на линии огня. У гражданских свои спецоперации не менее рискованные. Мельницу мы купили в другой провинции, разобрали её там. А потом в запчасти ещё до полной блокады под сидениями легковых машин, рейсовых автобусов переправляли сюда. Когда игиловцы проверяли эти детали, думали, что это лом. А мы в итоге собрали мощную мельницу. Муки хватает не только, чтобы ежедневно обеспечивать население хлебом, но и пополнять резерв. Что бы ни случилось в городе, 500 тонн всегда остаётся в запасе. Мельница работает круглосуточно. Пока у нас есть хлеб и вода, можно жить с Божьей помощью. Это самое необходимое для существования. Хлеб и вода делают жизнь в блокаде по крайней мере. ИГИЛ не смогли нам запретить пользоваться Ефратом. Наша станция не прекращала работать. Река была до ИГИЛ и будет после него. Воду фильтруют, придерживаясь всех санитарных норм. Мы сами убеждаемся в этом. Станция по очистке воды тоже стратегическая цель террористов. Иной раз сотрудникам приходится работать под свист пролетающих мин. Они нас обстреливают минами. Вот посмотрите, этот резервуар вышел из строя после обстрела. В нем это не так заметно, но с наступлением темноты воздух как будто пронизан трелями автоматического оружия. Отголоски с окраин. С одним из бойцов отправляемся к линии фронта, чтобы узнать, из-за чего стрелка тня. Засекли передвижение на позициях ИГИЛ. Открывают огонь из зенитки. Для профилактики, чтобы не высовывались, объясняют нам. Возвращаемся в город. Тут люди на такую стрельбу внимания не обращают. Несмотря на блокаду, в самом городе относительно безопасно посмотрите такое оживленное движение на одной из центральных улиц. Как рассказали нам сирийские военные, за все время проведения операции здесь, на территориях, которые контролируются правительственными войсками, не взорвалось ни одно устройство. Все атаки террористов заканчивались на блокпостах сирийской армии. Речь идет о подрывниках и заминированных автомобилях. По стране таких случаев сотни. Здесь военные сумели выстроить оборону так, что начиненные взрывчаткой грузовики просто-напросто не доезжают до жилых кварталов. Сирийская армия сумела внушить доверие людям здесь, в Дерезоре. Те, кто уезжает отсюда в другие города, бегут не от правительства, а от голода. Семью доктор Исам Аль-Урфи не вывозит принципиально. Сиди на корточках, разводят на улице огонь, чтобы вскипятить чай. Проблем с трудоустройством в Дамаске у врача бы не возникло. Когда живешь в блокаде, забываешь о своей настоящей профессии. Я вот врач, но сейчас делаю вот такие глиняные печки. Тут академическое образование роли не играет. Жена Исама поддерживает ради того, чтобы выжить в осаде. Она готова на многое. Только настоящие женщины поймут. Шутит гада. Вынуждены были срезать все розы, которые я выращивала. Кустарник высушили. Теперь используем его для того, чтобы готовить еду. На земле, где ухаживали за розами, семья посадила шпинат. Все-таки ветки с шипами, к обеду не подашь. Но это не значит, говорят супруги, что запах цветов не вернется в их дом. Кусты срубили, но корни оставили. В надежде, что розы еще вырастут. Семен Пеков, Александр Мельников, Артур Кибеков и Марат Саиченко. Life News. Диризор.